Есть такая крылатая народная пословица Смотри корень И так как мы не выращиваем дуб, у которого корень развивается 100 лет А сажаем овощи, у которых корень буквально развивается пару месяцев И сколько бы мы не копались с навозом Посадив плохой корень, получим На уроках ботаники нам это все рассказывали Но нам это не надо было А сейчас приходится заниматься Для наглядности я вырастил корень между стеклами Посади туда семя аурца Переворачиваем Переворачиваем кверх ногами Посмотрим как у нас корень вырос за это время С водички его достаем Вот такой держище у нас получился корень Посмотрим наши действия в этом положении Вот видите корень центральный шел Значит он у нас вот так вот В таком положении был вертикально Затем вот видите изгиб здесь идет Значит мы перевернули Насколько любых помните Вот так вот его Корень пошел вниз расти Потом мы перевернули Вот в такое положение Центральный корень пошел вверх расти Затем мы перевернули Вот в такое положение И корень опять начал расти вниз Вывод стебель всегда растет вертикально вверх Главный корень вертикально вниз Этот факт объясняет многие видео, где народ садит рассаду первоначально горизонтально. То есть корень не уходит на глубину вниз на несколько метров, а остается в зоне полива. А как нам посмотреть корень, если его не видно в горшочке с землей? А если и захочется посмотреть, то необходимо разрыхлить всю землю и повредить хрупкий корень. Посмотреть на корень, не повредив его, дает нам метод выращивания рассады о пилках. Мы можем видеть этот корень. Посмотрим, что у нас за 12 дней. Посмотрим корень. Помещаем его в ведро с водой. Вот такой корень мы вырастили. Из опыта выращивания рассады в опилках делаю вывод. Первое. Я имею возможность видеть этот корень. То есть что мы получили с этой семечки. Второе. Я имею возможность сравнить корни сей рассады. С этих двух выводов вытекают следующие. Я могу выбрать самые сильные корни. И посадить в землю рассаду, которая мне даст самый большой урожай. Этим я сэкономлю свое время и ресурсы. Так как не буду ухаживать за тем, что дало бы 1-2 плода. А буду ухаживать за тем, что даст много-много плодов. Соответственно оправдаются и средства, и затраты.